Всем привет, с Вами Юлия и мой Факультет рукоделия. И сегодня я предлагаю Вам поговорить о стирке изделий ручной работы. Надо ли стирать, как стирать, когда стирать и чем стирать. Многие полагают, что стирать изделие, которое Вы только что связали, не обязательно. Действительно, зачем, ведь его еще никто не носил. Но дело в том, что любая пряжа на производстве проходит обработку. Если это моточная пряжа, то она обрабатывается в меньшей степени. А вот на бобиной пряжи в эту обработку даже почувствуете на ощупь. То есть ниточка будет такой грубой до того, как ее постираешь. При первой же стирке эта обработка растворяется и пряжа приобретает свои качества. Второй критерий, зачем стирать. Смотрите, до Вас пряжа проделала долгий путь. Она перемещалась по складам на производстве, транспортировалась в вагонах и машинах, пылилась на полках магазинов и только потом попала к Вам. А учитывая то, что все мы немножко хомячки, неизвестно, сколько пыли эта пряжа собрала в закромах у нас дома. Потом из нее мы вязали изделие и каждый сантиметр этой ниточки прошел через наши руки. А я, например, часто руки мажу кремом. То есть на пряже также остаются частички крема. И главное, для чего стирается готовое изделие, это для того, чтобы все петельки расправились, разровнялись, встали на свои места и пряжа задышала. Но не только готовое изделие нужно стирать, я в каждом своем мастер-классе говорю о том, что надо обязательно связать образец, проводим с ним ВТО и после этого делаем расчеты. Так как неизвестно, как поведет себя пряжа после стирки. Она может сесть, она может растянуться или полинять. И чтобы наши кропотливые, многодневные, а может даже для кого-то многомесячные труды не пропали даром, делаем все правильно. Чем стирать? Я предпочитаю проводить ВТО специализированными средствами. Кто-то стирает ферри, кто-то шампунем. Я, например, от использования в ферри уже очень давно отказалась, даже по назначению. Когда я мыла посуду с ферри, когда-то давно, я заметила, что у меня слоятся ногти, а еще я обнаружила у себя аллергию. Поэтому изделия, постиранные в ферри, я однозначно на себя не надену. Вот это мои фавориты. И заказываю я их на Озоне. Могу оставить для вас ссылку, чтобы вы не бегали по магазинам в поисках. Причем у меня где-то был промокод, постараюсь его для вас найти и оставлю внизу под видео в описании. И еще один плюс заказа на Озоне. Почему я заказываю именно там? Это возможность использования баллов спасибо от Сбербанка. То есть выбираете оплату баллами спасибо и вот эти средства и все, что там вообще есть на Озоне, вы можете купить за полцены. Итак, первое средство это гель для стирки Мейнлибе. Это концентрат биоразлагаемый, без фосфатов и фосфонатов. Идеально подходит для изделий из шерсти, шелка, кашемира, в том числе состоящих из смешанных синтетических волокон, деликатных и кружевных изделий, трикотажа, микрофибры. Предотвращает деформацию и усадку одежды, эффективно очищает белье от загрязнений. Деликатная формула, защищает структуру шерстяных волокон. Активная формула с эффектом защиты цвета, сохраняет яркость, насыщенность красок, оставляет нейтральный аромат свежести белья. Безопасен для домов с автономными канализациями, септиками. То есть, вот такое биоразлагаемое средство, для меня это самое любимое средство. Ну и вот на озоне куплено, с подтверждением. Следующее средство бальзам для стирки Нортленд. Значит, что мы здесь видим. Бережно стирает, не требует применения кондиционера ополаскивателя, без красителей. Антиаллергенный состав, экономичный расход, действует уже при температуре 20 градусов, биораспад 100%. Предназначен для стирки тканей из шерсти и шелка, придает мягкость, бережно ухаживает за одеждой и бельем. Содержит безопасные, не раздражающие кожу компоненты, подходит для всех типов стиральных машин и ручной стирки при температуре от 20 до 40. Вот, вот такое вот средство, также вот на озоне куплено. Ну и на последнем месте моих фаворитов идет Ласка для шерсти и шелка. Это гель для стирки, воздействует на волокна, сохраняя мягкость вещей, деликатно удаляет загрязнение, заботится о волокнах, поддерживая их эластичность. Это тоже неплохое средство, но вот те два совсем фаворита-фаворита. И сейчас я буду стирать свой новый свитер из пряжи букле натурале, в состав этой пряжи входит большой процент шерсти и по рекомендации производителя, стирать надо вручную, сушить на горизонтальной поверхности, не отбеливать, не отжимать в центрифуге. Поэтому стирать будем ручками. И для стирки возьмем мое любимое средство Мейнлибы, добавляем его в воду и вот так вот слегка взбалтываем для того, чтобы оно растворилось. Теперь погружаем сюда свитер и вот так вот аккуратно, потихонечку выдавливаем весь воздух. Ни в коем случае нельзя шорпать и тереть изделие. Максимум, что мы можем сделать это вот так вот, слегка прям вообще не прижимая, пожмякать его. Почему шерсть нельзя тереть? Вспоминаем технологию валяния. Как раз в мыльном растворе происходит грубое воздействие на шерстяные волокна, от чего они сваливаются. И если мы не хотим получить вместо свитера валенок, стираем нежно и бережно. После того, как мы погрузили свитер в мыльный раствор, можно оставить его на какое-то время, чтобы компоненты средства здесь поработали с волокнами и сделали свое дело. Дальше мы достаем свитер из воды и даем воде стечь. Ни в коем случае нельзя его выкручивать. Вот так вот, пусть сама вода стекает. Максимум, что можно сделать, это вот такими движениями легкими помочь воде покинуть изделие. Таким образом мы меняем воду, прополаскиваем пару раз и повторяем те же самые действия, что и вот сейчас при стирке. Чтобы высушить изделие, найдите дома подходящее горизонтальное место. Это может быть пол, либо большой стол. Не рекомендую использовать вот такую сушилку с пручками, так как эти пручки даже через полотенце могут оставить на изделие полосы. Речь конечно же идет не о буклированной пряже. На моем свитере такие полоски сложно будет оставить. Тем не менее, я его разложу все же на столе. Так как на столе проще делать блокировку. То есть, на этом этапе нам надо идеально выровнять изделие и по ширине и по длине. Придаем ему такую форму, которую задумывали. И если что-то не так, корректируем. Иногда при круговом вязании полотно начинает косить. И именно в этот момент мы его можем выровнять. Для этого даже используют вот здесь вот ложный шов при вязании, чтобы потом проще было сделать такую блокировку. И еще один момент. Если изделие связано без швов, как мой свитер. Оно стирается целиком. Но в том случае, когда вы вяжете отдельно детали, которые потом нужно сшивать. Внимание! Каждую деталь стираем сначала по отдельности. Выравниваем и блокируем. Потом, только потом сшиваем. Почему так делается? Ну, потому что пряжа имеет свойство либо садиться, либо наоборот вытягиваться. И если вы соедините все детали, то после стирки шов может стянуть изделие. И это, конечно же, испортит внешний вид вашей работы. Итак, основные моменты проведения ВТО вязаных изделий я вам рассказала. Но гладить или отпаривать этот свитер я, скорее всего, не буду. Изделия с форсом не гладят. Поэтому показать вам мне сегодня нечего. Надеюсь, что вы понимаете, что прислонять утюг к вязаным изделиям не стоит. Это все делается на расстоянии. Ну, а на сегодня все. Если у вас вдруг возникнут вопросы, пишите их в комментариях. Может быть, я что-то упустила, не сказала. Возможно, у вас есть какой-то свой наработанный опыт в процессе ВТО. Обязательно пишите о нем в комментариях. Это будет всем интересно и полезно. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока! Пока-пока!